похоже тут законсервировали этот вход но такой шифер прозрачный дсп в общем понятно что это надолго сделали они заготовочку еще на зиму значит консервация продолжается вышли мы сегодня с михаилом посмотреть какие тут изменения после моей тут проработки я больше не был михаил поприветствую всех всех приветствует в общем тут изменений практически нету консервация продолжается и похоже на долго наверное сюда можно долго не ходить пойдем мы дальше посмотрим сейчас или франкерхи обойдем там вокруг посмотрим мартини я пробежал уже мимо шел так мельком посмотрел там единственное что где сделали оградку в виде могилки потом там посадили елку там добавили еще цинковый столб с табличкой каким-то с каким-то описанием не читал не знаю что там пока написано я думаю скорее всего что-то мартини написано пойдем мы дальше вот обратили мы на фотографию 1828 год это вот этот собор который я часто хожу в общем это ракурс снят вот с той стороны я сейчас покажу эту сторону тут ничего не было получается довольно далеко и вот опять же эта теория что это все остатках построена я сейчас покажу тут все застроено и потом какой дом не посмотри вот где-то вот оттуда было с той стороны все это отснято с на собору там а там дальше у нас идет все туда идет склон на главную дорогу то есть там получается еще огромное количество земли просто убрано даже трудно представить сколько земли вот этих зданий ничего тут не было и там если пойдешь смотри что везде окна в общем очищали видать где-то землю может быть какие-то работы проводили копали натыкались на фундаменты и строили вот вот эта сторона это получается вот угол с этого башни эти две башни то есть но если я туда сейчас пойду я даже снять не смогу от того потому что все застроено и они с подвалами конечно можно сказать что подвала строили а может быть просто под откопали на них уже построили но дело в том что там главная дорога земли очень много снята вот как бы я смотрю сейчас примерно получается вот так да вот эти две башни и вот такая ерунда интересная сегодня решили тут небольшой праздничек устроить но перечислять не буду все равно кто не знает что такое диаконии и прочее в общем социальные службы что тут ну типа наверное концерте какой-то небольшой тут в германии часто такой степени толерантность наступила вот они выставили такие статуэтки целую кучу по обе стороны ну и причем они их у них кому они принадлежат тут я вижу и каких-то мусульман и ну правильно сказать негров и еще муслимов и кого я только тут не вижу вообще прикольно это в церкви выставили ну вот это наверное какой-то мусульманин скорее всего так что камера опять моргает непонятно так но это явно африканец какой-то это не знаю сложно сказать скорее всего тоже какая-то африканка но с другой стороны эти азиаты еще есть тут в основном муслимы африканцы причем это очень хорошо видно посмотрим с другой стороны я в принципе сам еще не смотрел но сразу видно ну вот это по-моему да что-то туда куда-то на восток так а ты кто у нас непонятно глазки прикрытые так это тоже по-моему откуда-то что-то восточное прикольно прикольно ну и там еще парочку ладно идем дальше так мраморные статуэтки я уже показывал и у служительницы спрашивал не знает и она и дат ничего в общем не из полная неизвестность но судя по прожилкам явно натуральный мрамор так вот тут не знаю сложно сказать высоковато стоит но вот такое впечатление что голова с волосами искусственный а туловище натуральный эй эй стой куда поехал назад чуть 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 назад ну по крайней мере на этой высоте я так вижу подставка похоже тоже что-то натуральное но камень непонятный ну и вот еще один остаток похоже тоже на натуральный головы нету руки одной точно не хватает вторую я вообще не вижу отсюда снизу высоко стоит ну и опять же не да ты ничего ну вот уже сохранилась чуть чуть как бы мраморная отделка надписи тут какие-то части тоже мраморные лошадка была видать очень тонкая работа но головы одной ноги сейчас и нижней ноги много в общем отколото видно конечно целую бы ее посмотреть если там и ноги и голова четко сделана то конечно довольно тонкая работа потому что сами они по себе маленькие вот руку приложу чтобы понимать какого размера пошли вперед ну что друзья наверное они стали тут копать постоянно после меня я не наблюдаю никаких особых изменений но собор законсервирован это понятно и скорее всего надолго я сейчас мы уже довольно много прошли пульку потрогал она представляете ну если по соотношению к моему телу она довольно прохладненькая она даже близко к моему телу не приближенутую с руками трогаю она слегка прохладненькая так скажем ну я понимаю что тут сейчас ничего такого не работает и как бы я спокоен на подозреваю до следующего года как минимум следующей весны а там посмотрим михаил к сожалению поздно мне сообщил там возле меня двор начали ремонтировать и ну я туда не ходил как бы думал просто они там брусчатку парковку вот это камни начали менять а он говорит я там мимо проходил через этот дворик именно там тротуар оставили для людей проходить и там откопали глубоко а там кирпичные стены под землей довольно мешает сколько метров там примерно ну говорит метра два глубина и стены в глубину кирпичные уходят это как бы получается возле дома до напротив даже дома то есть это к дому вот который сейчас стоит вообще никакого отношения не имеет но к сожалению он видеозапись не сделал и мне как бы забыл сообщить я бы конечно сходила снял бы такой момент это конечно же очень интересно во дворе получается стена и неизвестно кирпичное неизвестно какой глубины ну в принципе я там на парковке показывал окно где посреди чуть ли не посреди парковки там видно на глубине там больше метра окно виднеется метровая там сколько на глубину она тоже неизвестно ну в общем на сегодняшний день в данном месте все нормально меня это успокоило и можем мы спокойненько дальше идти посмотрим погуляем немного мне вот интересно в это кто-то поверит вообще вот это громко ехал выключил сейчас покажу я этот дом немножко вот пятьсот тысячи пятьсот пятидесятых вот то что вот там внизу вот это я поверю ну даже может быть и здесь но попозже наверное а все что сверху но это такая бредятина и вот это людям в чуха вы чухи вают они хавают вот это пол кирпича кирпично-балочный представляете ну подумаешь там пол века фигня гага пол в пол тысячелетия вот еще один так где надпись то я не вижу тысячи пятьсот восемьдесят восьмой прикольно вот это развалюха вот ну подумаешь половина почти тысячелетия стоит нормально на каком языке можно еврейском вот в этом можно поверить что пол тысячелетия простояла вот так любой двор берешь заходишь просто даже не выбирая двора первые попавшийся напротив который был заходим и он мы там видим дальше в принципе даже смысла нету туда идти я просто приближу вот такие окна там и это по всему городу везде так вдруг глазастый увидел остаток какой-то арочные что-то кладки непонятно что куда это было ну а вы же кирпично-балочный дам сдалека тысяча пятьсот восемьдесят восьмой а вот если мы посмотрим на окна там и дам явно очень все глубоко и там скорее всего все каменное ну а тут явно вот до окна ну примерно полметра вообще глубина ямы примерно полтора метра ну там явно сделано маленькое уже окно не видно ну вот есть вот такой вид например маскировки старинного каменного здания и каменные кстати можно вот так залепить а вот из того самого из дерева те нельзя так закрыть ну вот каменная тоже технология ну это уже довольно давно тут стоит кстати рядом тоже церковь мне был показывал сейчас вот михаилу дам показать вам какой я сильный ну как бы пулька на мне все нормально держи миша я пошел вот вот видели какой я сильный да взял вот такую глыбу в несколько тонн так раз и развернул а это тоже вращающийся да вот мишаня тоже сейчас покажет а этот наверно заржавел ну вроде тоже шевелился крутился сейчас он с другой стороны попробует не не крутится этот еще крутится да может туда камушки какие-то попали почистить это проблема мы солнечных батарей ну как бы люди говорят испанцы такие люди спокойные как бы они живут спокойно отдыхают сильно не напрягаются в общем размеренные такие но думаю каждый захочет поставить себе один раз и длительное время ни за что не платить и тут у меня друг ездит частенько в испании он говорит а там говорит закончики такие нет все так говорит просто в общем законы делают такие что захочешь и не сможешь иногда потом еще южной америке посмотрел одну интересную страну я там не на русском и на английском вообще про солнечные батареи ничего не нашел ну возможно там это надо закон опять же смотреть возможно в той стране просто солнечные батареи совсем такой закон сделан что вы не захотите ставить батареи тут идем где-то дома я помню тоже интересный дома в общем людей разводят как хотят во всем причем во всем в истории в энергетике медицине и и так далее и тому подобное где вот я что-то интересное где-то тут видел не помню да вот видишь вот это камни явно похоже старые вот они сейчас питоном так частенько делают как рифленые такие ну вот по моим ощущениям вот эта нижняя часть более древняя чем верхняя возможно это нижняя часть античная а верхняя уже кирпичная наша уже бетонная а что там еще сколько было до нас кому известно ну такой домик причем он пустой наверное продается может продается пустой это считаю можно сказать три этажа надо посмотреть адрес интересно что тут такое ну вот интересный остаток здания тоже можно сказать в парке правда парк тоже непростой вот Михаил мне немного истории рассказал тут находилось большое кладбище вот этот парк сейчас данное время на территории кладбища ну и там понимаете вон небольшая детская площадка сделанная не знаю видно отсюда нет сейчас я попробую приблизить что-то вроде вижу в то же время ничего не вижу монитор не сильно большой вернее очки надо одевать зрение уже подсаживается потихоньку но пока плюс один держу очки так ну вот госпиталь но явно здание очень древнее просто его использовали когда-то в качестве госпиталя да да к сожалению его вот этот остаток обнесли забором и туда прохода нету ну так с Михаилом ходим на разные темы разговариваем что у него что у меня ощущение сейчас в Германии такое вот где-то середина 80-х в союзе да может быть чуть-чуть к концу ближе 80-х когда вот там лысый с пятном на голове пришел вот это все сильно явно началось двигаться ну сейчас вот другой тут лысый пришел правда без пятна и тоже все туда же потихоньку катится ну кто-то пытается уехать куда-то причем вот тут говорят уже очень много там в районе 300 тысяч семей выехало и продолжается этот процесс ладно понимаю что мы не посмотрим эту стену к сожалению близко на этом пожалуй все на сегодня ну сейчас еще пройдемся чуть по кругу может что-нибудь увидим ну вот отсюда вроде что-то видно сейчас я попробую тут похоже главный вход был там сверху какой-то орел в короне а по краям ну уже почти ничего не сохранилось что-то еще какие-то фигуры были даже не знаю на видео видно это нет мониторка всегда блестит вот дом с лифтом вот где лифт там я жил получается на пятом этаже надо мной веселый сосед жил иногда приходилось ходить его успокаивать но факт то что мне тогда сказали я спросил почему нету других подъездов лифтов мне сказали это экспериментальный как он себя типа поведет но в общем то только в этом подъезде и живут до шестого этажа люди а во всех остальных ну если вот по окнам посмотреть дальше они пустые где-то есть еще на шестом вижу одно окно занято но в основном 5 6 даже 4 местами пустые квартиры ну на 6 этаж никому не хочется пешком бегать и в принципе как я уже говорил вот у бетонной цивилизации перспектива это небольшая есть определенные рамки срока службы границы в зависимости от марки используемого бетона ну максимум наверное до 100 лет поэтому явно тут уже как бы хоть и лифт себя зарекомендовал но смысл пропал приделывать на остальные подъезды лифты это опять же мое только мнение насколько оно правильное нет это решать каждому самостоятельно вот эта табличка хотя может и внимания не обращал но по-моему ее не было что там написано ну ладно не буду читать или вернее потом почитаю потихоньку все на сегодняшний день прогулка закончена пошел я домой на этом всем удачи счастья здоровья пока а 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 или а